Математических наук, астрофизик, композитор, к сожалению, сегодня нет у нас дела на грабы, писатель, парадокс науки, часть вторая, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Вот сейчас, кстати, очень интересный был доклад. Вы знаете, у меня на лет 10, если не 15 лет существует такой проект «Волна будущего», это, правда, текстурный проект, в то же время он может быть как ковчег, который я предлагал на сложную ситуацию не наверх, а на океан, даже под вход к океану. Спасибо, скажем, там тоже человечество, тоже очень много всего сложного, и, скажем так, духовного, и физического, и все, что только возможно. Но еще есть самый архитектурный проект, который можно устроить на самой земле. Мы можем с вами встретиться, поговорить на эту тему, будет очень интересно. А сегодня вторая часть такого доклада, который я в прошлый раз сделал, назывался «Парадоксы науки», и там я как-то очень многое, скажу, тем сразу так затронул, и поэтому оказалось, что на самом деле огромное количество тем, которые можно рассматривать, почему? Потому что мы практически начинаем почти все заново. Почему? Да потому что каждые 100 лет происходит смена парадигм. И вы посмотрите по всей информации везде-везде-везде, какие-то новые теории, новые какие-то понимания, новые взгляды и так далее. В общем, все это очень серьезно начинает обсуждаться, и практически все устои вот этого научного такого подхода, который сейчас до настоящего времени существовал, до, скажем, 21 века, это все очень быстро стало шататься. Стало шататься, и очень быстро стало все меняться. И вот почему я пришел к этому выводу, потому что уже написано 23 книги, вот последние 10 книг, которые я закончил буквально в этом году, это называется «Мироздание жизни человека». Там я с этой, скажем, многоуровневой точки, которая получилась от этих 10 уровней, скажем, взглядов, я понял, что только так можно подходить к каким-то, не то что проблемам там, а вообще к всему в этом мире. И самое удивительное для меня было сначала такое, что, например, то же самое Никола Тесла сказал, что для того, чтобы понять этот мир, надо всего три, скажем, таких понятия. Это первое – это энергия, второе – это волны, третье – это частоты. И все. Конечно, это очень удивительно. А где атомная структура, а где молекулярная структура, почему она ничего не указывала, почему такие огромные были, скажем, взлеты его гения, и не понятого до конца, даже до конца вообще не понятого, и практически все, что он сделал там практически, да, мы используем трансформаторы, и переменный ток, и так далее, но там еще очень-очень много всего другого. Но мы сегодня будем говорить, наверное, не сколько о Тесле, а сколько о том, что почему мы стоим опять на пороге. Потому что, если вы представите себе, начинается все с большого взрыва. А вы знаете, кто первый подал теорию, даже не теорию, а саму эту идею, вот этого большого взрыва, который даже не назывался большим взрывом? Священник католической церкви в 1931 году Жорж Леметер предложил это, что действительно все должно произойти от какой-то сингулярной точки, в которой мы не знаем, что до этого было вообще, и не будем туда идти. И это станет, скажем, той точкой отсчета, по которой уже все стало образовываться. Моментально вся вот эта, скажем, ватиканская, скажем, такая махина, она включилась на раскручивание, как сейчас говорят, на раскручивание этой теории. Она стала везде. А потом вдруг раз, какое-то одно подтверждение как бы, тут еще больше. А почему? Да потому что это очень хорошо согласуется библейскими всякими высказываниями, что действительно что-то такое было для нашего понимания, точка отсчета, такая божественная. И потом все стало быстренько меняться, и стало быстро как-то все это включаться, и появились вот эти галактики и так далее. А потом сам термин «большой взрыв» Хойл, такой астрофизик, он предложил это. Биг Бэнд, очень хорошее название английское, очень такое точное, как будто бы все. Да, взрыв чего? Я очень часто говорю на своих там докладах о том, что я хочу вас всем пригласить на пирожки. Ну приходите, ну приходите, будем очень хорошо мы сидеть. После этого печку я взрываю и предлагаю, то есть куски всей этой печки, вместе с пирожками, там уже все было подготовлено. Предлагаю всем людям, пожалуйста, вот я вас пригласил, вот оно, большой взрыв, все образовалось, вот мои, скажем, пирожки здесь. То же самое и здесь. Это все взрывается, все образуется от этого взрыва. На самом деле, если посмотреть, то когда, значит, сейчас уже мысли так работают, что есть какие-то частотные определенные, скажем, уровни, которые настолько градуированы это все, что здесь постепенное вот это создание более низких частот приходит к тому, что мы пришли вообще к трехмерному миру. А что там дальше? Вот я прошлый раз говорил отверху, а сейчас пойдем снизу. А что дальше? А дальше у нас идет водная среда. И что это такое? А это более, скажем, более высокие частоты. И можно сделать из водной среды и твердой, и газообразной, и так далее, и так далее. Я только в прошлый раз говорил, сейчас не буду на этом останавливаться, безусловно. А дальше то газы идут, да, еще более частотные. А дальше что идет? А дальше плазма еще более высокого уровня. А дальше что? А потом то, что вот выкиданное было, скажем, со всей физики, это понятие эфира, потому что это действительно все было очень крамольно. Почему? Да потому что было создано специальное, ну скажем, я не буду сейчас опять обсуждать это и Эйнштейна, потому что отдельно можно рассказ, отдельно можно, скажем, несколько таких докладов сделать, о том, что как была уничтожена вся практически наука с заказным вариантом вот этого внедрения определенных, скажем, таких заказных или очень, скажем, агрессивных достаточно. Как говорил, например, тот же самый Тесла, он говорит, что у него он не слышал музыку, потому что если бы он услышал музыку, хотя бы там у скрипачи и так далее, он бы никогда не создавал вот это и никогда бы не убирал вот эту основу всего этого мира. Но на самом деле, если посмотреть, то вот эта теория эфира, она сразу закрывает очень многие теории, в том числе и такие вещи, которые тогда уже предлагал тоже Тесла, это радиантное электричество, радиантная энергия, радиантная материя. Мы не знаем, нас никто ни в институтах, нигде это не проходит. А на самом деле, а почему тогда такая колоссальная махина, которую он создал, и такие импульсные, скажем, генераторы, которые передавали какие-то серьезные, скажем, даже не молнии это были, а просто это были какие-то определенные разряды, а каким образом вообще появляется все это радиантное? Хотя вы представляете физики, физика закрыта для этого. И поэтому, когда я начал писать все эти книги, я понял, что у нас не только физика закрыта, у нас закрыто вообще понимание, там, истории, потому что у меня была книга, называется «Летопись». А история мне называлась, я просто говорил об этом, «Событийность». То есть совсем разные вещи, уж поверьте. И вот, когда приходишь к выводу о том, что ты сейчас можешь стоять на такой, как бы, ступеньке, на которой, в принципе, тебя просто поставили. Вот, например, если посмотреть, то вся наука, она строится на чем? Предположение. Да, для этого большого взрыва очень хорошо. Да, предположил, что, да, действительно, откуда-то какой-то точке, она больше даже, как бы, точка бифуркации. А почему именно сюда пошло все, а почему не туда? Что происходит вообще на самом деле? То есть мы берем просто-напросто какую-то, скажем так, теорию, не теорию, а просто сначала только предположение. От этого начинается все остальное. Кто-то сказал, кто-то что-то подтвердил. Значит, Хаббл, очень известный астрофизик, он сказал, «Вы знаете, а галактики-то разлетаются?» Опа, точка. А если мы их соединим все, то они все попадут в одну точку. Значит, точно это было. Ну, понятно, естественно. А потом говорит, «А вы знаете, а вообще-то смещение красных линий галактик, которые там, это может быть и старение квантов». Он говорит, «Ну что вы, мы это вообще не проходили, такие вещи». И вот получается так, что когда теория идет, вот нарастая своими вот этими, даже не постулатами еще, а предположениями, одно предположение, второе, третье, и все становится уже настоящей теорией. Атомическая теория, молекулярная теория. А вы вспомните, на каких уровнях это было все предложено. А может быть, а если бы, понимаете, и вдруг появляется наука. Если копнуть глубину, древние, скажем, источники, ведические, наши, русские, не обязательно индийские, у нас еще, ой-ой-ой, какие там. И когда начинают говорить о том, что ведические учения, а что это такое? Ну, это индийцы нам. Индийцы – это только калька. И еще какая калька. А здесь совсем другое. Здесь очень древние есть знания. И у меня сами книги назывались «Книги Ведогора». Кто такой Ведогор? Я прошу разговаривать. Это какой-то, скорее всего, обобщенный, скажем, конгломерат энергии, информации и всего этого, который передает тоже какие-то определенные, скажем, информационные потоки суда. Там, может быть, и те, которые ушли с нашего плана, или, может быть, еще какие-то, мы не знаем. Но самое интересное, что последняя книга называется «Познание», когда Ведогор просто посадил всех учеников, как Платон, и начал говорить о том, что, ну вот, давайте мы сейчас будем задавать вопрос. От качества вашего вопроса зависит ваше знание. То есть, насколько вы можете вспомнить эти свои знания. У меня даже есть один проект, где называется «Обучение без обучения». То есть, на вспоминание. И, например, там музыкант обучает художника, художник обучает танцора, танцор обучает поэта и так далее. Так, каким образом? Своим творчеством. Все, он включает его. Не надо здесь слова. Здесь не нужны какие-то определенные, я не знаю, там, законы, перезаконы и так далее. И вот это интересно, что сам Ведогор, он в самом конце, когда появилось уже 21 вопрос, тоже сакральное очень число, конечно, и он сказал, что вот «Я, как хороший учитель, никогда не буду брать пловцов на очень большие глубины, потому что вы можете не захватить того кислорода, который вам необходим, чтобы выплыть обратно». Вот вы нырнули, пускай даже вот дайвинг, сейчас очень популярное такое все это, вы нырнули, а вам не хватает этого кислорода, чтобы вы нырнулись обратно. Поэтому надо сейчас, по крайней мере, понимать там, где не просто какой-нибудь залезть грот и там говорить, что мы сейчас идем на самый-самый-самый-самый низ, до дна, а наоборот, там, где свет есть. Вот там, где есть свет, фактически получается, что весь мир, почему Мердар Тесл говорил, что весь мир фактически создан из этого света. Энергия была первичней, чем какая-то материя. Что такое материя, мы до сих пор не знаем. Мы знаем, что есть формулировка ленинская, ленинская, да, это все понятно, это все очень хорошо, данные нам в ощущениях и так далее, это все очень четко. Но, если посмотреть, что мы не знаем даже, что такое свет. И в прошлый сейфер говорил, что если мы берем о том, что распространение, скажем, и самого света, и распространение тех же самых радиантных, радиантного электричества, который, кстати, у Тесла был тоже мгновенно, он говорил, что возникает не только, скажем, там, какой-то импульс, а возникает еще и материя определенная. Что такое материя прирадиантная? Это луч, который может двигаться, как он писал, на 300 тысяч километров даже. Самое интересное, что он плотный и нерасходящийся луч. Это тоже очень интересно, потому что появляется совершенно принципиально другой вид материи, радиантной материи. И у нас об этом даже не то что-то не говорят, во всем мире об этом не говорят. Радиантная энергия, она тоже распространяется мгновенно. И поэтому я вот на одном докладе здесь сделал, в начале, может, года, о том, кто зажигает звезды. Да вот этот самый импульс, и сразу же вам и появляется все остальное. Я сейчас не буду давать подробности того, что еще стоит эфир, почему именно работа эфира происходит, что такое частички, которые я назвал, кстати, веты, а не о меры, и не на эти самые, как другие еще названия были там. И... выходите, пожалуйста. Мысли очень хорошо сбивают такие телефоны. Вот, поэтому здесь за неимением большого количества времени я сейчас распределил вот этот парадокс науки на достаточно большое количество докладов, потому что здесь непочатый край, и мы только сегодня, может быть, опять-таки первым шагом подошли, как уже у меня фактически 10, наверное, здесь докладов было, где я все время говорю о неизвестной планете, потому что у меня есть целая книга, называется «Планета». Принципиально другой подход. Вы поймите, что если мы начинаем сейчас, скажем, с точки зрения определенного нового подхода, то меняется не только физика, меняется астрофизика. Я астрофизик, скажем, с цепенью, я знаю, что это такое, и защищал, и мне сейчас, скажем, мой учитель в Крымской обсерватории, Раста Евгеньевич Герпенко, он мне прислал вот такую огромную свою книгу, называйте «Физика звезд, вспыхивающих звезд, типовая кита». А я послал свою книгу, где у меня написано о том, что у нас совершенно принципиально другой подход, и когда он мне сказал, вы знаете, почему вы говорите, что галактика – это очень высокий уровень материи? Это достаточно низко все, это учитель говорит. Я говорю, вы знаете, это все мыслящее, это очень все живое, и сейчас как бы Вселенная живая, это первый еще шажок к тому, что мы можем понять и Земля живая, и можно сказать так, что фактически есть какая-то определенная единица, так же самая Земля, а мы являемся частью Земли. И поэтому познать единицу частью невозможно. Просто невозможно. Почему? Потому что, ну, представьте себе, какая-нибудь клетка у нас будет познавать весь организм. Но единицы, эта часть, может дать очень сильный, отрицательный или положительный импульс. У вас какой-то маленький прыщик, и все, ваше тело все горит, там температура поднимается, и так далее. То же самое здесь. И поэтому здесь подход должен быть о том, что, наверное, первый шаг, что я знаю, что я ничего не знаю, а это, кстати, диалектический подход, что тогда вы начинаете первый шаг делать. А почему, я не знаю. Да потому что и здесь те самые постулаты, которые, может быть, меня выводят в эту сторону, и так далее. И начинать совершенно с чистого листа, табло-раса. Вот сейчас такое время пришло. Уж поверьте, наверное, потому что сейчас, скажем так, если мы начинаем с табло-раса, мы начинаем сразу понимать, что все те, ну, как бы, крамольные теории, которые на таких вот совещаниях, там, на таких же семинарах проводятся, они все первые шаги отыскивания, вы знаете, истину найти очень сложно. У меня даже композиция есть, например, храм истины. Это такое, что непознаваемо как таковой. Может быть, та самая фигулярная первая точка, до первой этой точки, что там происходило. На самом деле все познаваемо. Вспомните древние-древние русские, скажем, ведические пласты. Не просто познаваемость и непознаваемость, а первое яйце. А это уже, вот в этой теории большого взрыва нету. И это уже первое яйцо, там, пускай курочка, там, ряба, там сейчас тоже очень много ассоциаций с этим. Первое яйцо, оно есть, оно существует. Но почему этих знаний нет? И вот, кстати, даже сама Балабадская в свое время время, большая вот такая вот книжечка, которая называется «Тайная доктрина», она говорила о том, что сейчас, в 19 веке, у нас сейчас 21 век, в 19 веке ученые настолько ушли от правильных знаний древних, что настолько ушли далеко, скажем, в деградацию. Очень много чего потерялось. И то, что там было раньше, и понимание, и серьезность, и многоплановость, и взаимозаменяемость, что ли, этого мира, понимание, скажем, его так, насквозь практически. Сейчас свет ушло. Мы сейчас смотрим в одну точку, видим, что у нас здесь физика, здесь у нас химия, но это другое совсем. Да, здесь у нас механика, здесь математика. А есть такое выражение, что математика является между, скажем так, соединением физического мира и духовного. А между ними математика стоит. А сейчас математика, даже, например, было совещание, что университетского и министра, в общем, прошлого министра образования сказали, что как много математики в школе, давай все уберем, половиночку оставим какую-нибудь. Зачем это? А это включение именно, скажем, состояния вот этого мыслительного процесса. То есть не надо сейчас мыслить. Зачем вы математики? Да она просто как бы не нужна. И это очень печально, потому что я делал один доклад, и мне одна дама, ну достаточно такого уже почтенного возраста, сказала, вы понимаете, вот вы сейчас говорите о информации, как таковое, поток информации, импульсной информации, внешней информации, внутренней там и так далее, а какое практическое применение, или какая польза вам от этого вообще человечеству? Я говорю, ну понимаете, если я заостряю эти вопросы, это уже первая польза, а дальше уже пожалуйста. Ищите, и это следующий этап, и так далее. Я думаю, что я не очень много занял здесь времени, да, и у меня есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу. Так, вопросы есть? У нас тишина хорошая. Понимание. Да пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста. А вот вы говорите о том, что наука, она как бы истекает сама из себя, и самая возрождающаяся. А сколько у нас догм насчет того, что история дает уже определенное знание, которое наука просто, извините, обсасывает, и потом обволакивает в научную форму и преподносит как наука. А какой вопрос конкретный, пожалуйста? Давайте конкретный вопрос, мы с премьем всех. Есть много научного, не имеющего к науке никакого отношения. Это вам прочиталось, что у вас? Упрощение работы с компьютером. Есть очень много, да, действительно. И даже сделали такую комиссию, называется уже по уже науке. Я тоже знаю, кого они могли это убирать. И у меня, мой учителем был Акимов Анатолий Якеневич, который как раз попал под жерновал профессий. Мы делали с ним очень много экспериментов и влияние на мозг, и на клетчатый уровень и так далее. Безусловно, здесь очень опасно то, что вы сейчас можете предложить, что это наука, а это плохая наука, там неправильная, да? Вот здесь сразу появляются люди, которые, оп, а мы сейчас на этом себе быстренько сделаем не только имя, но они были управляемы со стороны, скажем, внешнего. То есть был создан специальный комиссий для того, чтобы все вот эти торсионные технологии, где они? Американцы, в общем, все, но есть на месте. Пожалуйста, и приборы есть, и все, что хотите. А это микролептонные, а хатрин, где? Нету. Они быстренько все тут. Это все уже науки. Еще какие-то определенные, тоже уже науки. Поэтому говорить о науке как какой-то истинный критерий, каким-то что-то истинным, сейчас даже и не представляется возможным. И очень важно, но я всегда вот так говорю, что есть линия, где есть передний фронт и задний фронт, да? Набор точек. И здесь хотите, не хотите, но есть плюс-минус. То же самое у нас сознание. Плюс-минус. Война – мир. Любовь, не любовь, там, страх, скажем, радость и прочее, да? А мир-то другой. И вот как раз древние самые знания, они что говорили? Что есть огромное количество точек, которые могут быть решениями. Не просто решениями плюс-минус, как мы сейчас не можем договориться. Видите? Плюс-минус. Больше ничего нет. Какие остальные? А что для этого надо сделать? Для этого надо нарисовать дубу. И дубу пересечь разными линиями, ну, ракурс, сколько хотите, она будет только в одной точке пересечения. Та самая божественная точка, можно называть так, да? Которая находится в арке. Вот арка во все, скажем, церкви, во все храмы, мы переходим через арку. Для чего? Для того, чтобы мы могли пройти через эту точку. И решение тогда, может быть, у нас и будет возникать. Вот на этой всей, всей, всей дубе. И вот тогда это будет новое развитие человечества. Да, пожалуйста. Значит, у тебя такой вопрос. Сейчас прошел форум под названием Всероссийский научный форум для студенчества, школьников и их родителей. Все присутствующие в МГУ остепененные люди, которые желают продвигать свою молодежь, рожденную от восьми лет до шестнадцати. И вот эта наука так хорошо соорганизовалась с лекциями, что я вот захотела послушать эти дебаты. Я присутствовала на выступлении о темной материи. Значит, было сказано, перечислено, значит, конкретно сайты, где можно посмотреть иностранные и наши отечественные, сколько вложено средств и какой выход на сегодняшний день в части экспериментирования по коллайдерам. Даже был упомянут, не знаю, насколько это открыли секреты, упомянут коллайдер, установленный на дне Байкала. И величина этой площади, это примерно 100 километров, а высота равноценна высоте Останкинской башни. Вот такой, значит, объем этот занимает на дне Байкала. И что все средства, опущенные как бы впустую, а наука, собрав все данные, имеет точку ненаполненного содержания. Как ваши книги согласуются в части перспектив для этой темной материи на площадках МГУ? Потому что они эти площадки ежегодно устраиваются. Но тут вопрос-ответ, а тут долго. Вот как оно согласуется у вас? Ну, первое, что в книгах к своему какому-то определенному еще пришел я к консенсусу, что фактически вот это частички самого эфира я назвал ведой. Это наше русское название. Почему веда, что это информационное? Это информационное. Что именно такое, я не знаю. Именно веда. Веда, естественно, знает. Да, но это частички еще тоже так я назвал. Пускай они по-разному называют. Там какие-то только названия были. Вот, но здесь, скажем, ищут чего. Первооснову. Самое то, что сначала искали как атом неделимо, оказалось, что делимо. Потом начали искать всякие электроны. Значит, опять тоже, опять можно сделать микролептонную теорию. Уже опять все делится и так далее, и так далее. Потом пошли все эти самые элементарные частицы. Опять все это делится и так далее. Не могут дойти до вот этого первичного, из которого все создается. А в древних знаниях это уже есть. Они говорят, что да, скоро, скоро, скоро вы дойдете до того, что вы найдете первичное. То же самое здесь. Бозон Хиггса. Что они ищут? Вот тут первичную. Поэтому здесь даже посмотреть о том, что темная материя. Давайте мы это отдельно. Я могу делать доклад по темной материи, как астрофизик. И мне сейчас, да, вот мой учитель там в Крымской обсерватории, он говорит, что, а ему уже 90 лет, он сказал, что самая большая проблема сейчас темная материя. Вы знаете, что происходит? Что просто... Нет, о темной материи, о темной докладе. Да, это просто не, скажем, не реализованная, не, скажем, не вставлена в нашу структуру частотная конгломерация, которая имеет более высокую частоту, которую мы просто не видим и не воспринимаем. Спасибо. 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 Спасибо.